Не первый раз. Да, не в первый раз. А когда лечился первый раз? В 2011. В 2011 году. А вообще в зависимости с наркотиком ты знаком давно? Ну, как бы да. Сколько лет до того поступления? С 18 лет. А сейчас полных? 28. В 2011 лечился. По поводу чего? По поводу макоханки. Пролечился нормально и поехал домой, жил, работал в нормальной жизни. Да, все было хорошо. Вот, когда логически, расскажи, пожалуйста, что с тобой потом произошло? Потом попробовал другое, быстрое. Через какое время? Ну, где-то после, через два года. То есть два года вообще ничего не употребляло. Два года жил нормальной, трезвой жизнью, а потом вдруг решил попробовать. Почему? Ну, не знаю почему, наверное, как-то опять что-то где-то сорвался. Ну, при каких обстоятельствах это произошло? Ну... Ну, я же, что так, я даже не знаю. Настолько все было хорошо, вот, что опять что-то сбился. Ну, ведь то, что ты называешь быстрыми, они же в астрономии не продаются. Ну, да. Вот. Опять встретил старых знакомых и вот попробовал. В тот же день как встретил или как-то какой-то... Не, не в тот же день, в том-то дело общался, общался и тихо-тихо. А, и продолжал общаться? Да. С зависимыми людьми? Да. С зависимыми людьми продолжал общаться. Хотя с ними как бы не надо было общаться. Ну, теперь ты это понимаешь, конечно. И сколько эти быстрые продолжались в павелине? Продолжались около двух лет. А потом что произошло? Потом попробовал вообще какую-то китайскую ерунду. Как она называлась? Сот для ванны вроде как говорили. То есть ее курили, да? Ее курили, нюхали, кололи. Я курил. Как она тебе... Опиши, пожалуйста. Как она тебе воздействовала, эта соль? Что ты при этом испытывал? Испытывал то, что как бы... Необъяснимо. И не черный, и не быстрый. Просто какая-то... Как будто постоянно вот кепка наглые волосы дыбом. Такое состояние приносило удовольствие какое-то? Что оно то и делало. То есть непонятно. Никакого удовольствия не приносило. Она просто и измену приносила. А мне видать это как-то... А что отношить измену? Боязнь, испуг. Все время страх. Страх и спуг. Везде следят? Везде следят, да. Какие-то... Голоса уже. Голоса, да. Там птички, мытички, там кто бы там корову замочить. Мне кажется, меня как будто окликнули. Птички зацветинками. Мне тоже как будто меня окликнули. Тут же с улицы заходил в дом, как бы думал в доме спрятаться от этого. Думал в доме не слышно будет. В доме тоже какая-то еще больше в 4 стенах. То есть измена, боязнь. Боязнь чего? Ну, опять-таки слежка, как будто за мной какая-то слежка. Понятно. Ну, в принципе, состояние такое, как ты называешь, измена, плюс еще гарсонации, да, приятным не назовешь? Да. А почему, что да, на следующий день продолжался опять на ходе? Ну, потому что какая-то зависимость от него такая была сумасшедшая. То есть без него как бы хотелось и все. Хотелось и все. Хорошо. И сколько лет вот ты, или может быть месяцев, ты вот под этим китайским солью попробовал? Под китайским пробовал совсем мало, где-то около двух месяцев. Полтора-два месяца этого хватило мне, чтобы вообще уже начало отрывать. И сколько ты веса потерял за это время, за два месяца примерно? Да, на килограмм пятнадцать, я думаю. Если не все двадцать. Если не все двадцать. А вообще, сейчас ты у нас взвешивался, да? Сегодня взвешился, да, шестьдесят. Шестьдесят. А нормальный твой обычный вес? Когда ты трезв, когда ты нормально себя чувствуешь? Ну, где-то, значит, семьдесят шесть. Семьдесят шесть. Семьдесят шесть. Да. То есть, грубо говоря, почти двадцать килограмм ты потерял под этими нанкотиками. Хорошо. Тогда ответь, пожалуйста, на последний вопрос. Что заставило тебя обратиться повторно? Ну, потому что уже, как бы, уже все мне началось указаться, обидеться. Как бы, холестинации вот эти вот начались. Дом осталось все уже, то есть даже, как говорится, вообще я был такой сам голодный, но животных не оставил голодными, а то уже, как бы, и времени не было вообще. То есть, и себя мучил, и животных мучил, вот такая вот пошла уже. То есть, наступило осознание, что дальше так продуваться не может, ничем хорошим это не кончится, да? Да. Хорошо. Что бы ты пожелал вот тем ребятам, которые вот будут через какое-то время смотреть на тебя? Ну, я бы пожелал всем здоровья, конечно. Чтоб не сувались вообще ни чуточки в эти разные какие-то, вообще с наркотиками ничего общего. Чтоб были далеко от этого. Чтоб были с родными, а иначе все теряется, и вообще человеческое все теряется. Стаешь просто с животным даже хуже. Да. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok